Оказывается, экологическая проблема в мире заботит не только взрослых, но и детей. Один из таких гринписовцев живет в селе Щелково Ярковского района. Он смастерил своими руками дыхательный аппарат из простых пластиковых стаканчиков. И сейчас ни один вирус в его семье не проблема. А ее нам изобретатели с большим сердцем в сюжете Светланы Козловской. Вот на глазки, а я буду здесь доделывать. Вот у меня получается, вот уже длинная гусеница, видишь, получается. Сейчас осталась нам только голова. Создавать поделки из пластиковых стаканчиков для Максима – самое любимое занятие. В свои идеи ведь мальчик всерьез обеспокоен экологией. Из энциклопедии узнал, что пластик не разлагается сам по себе в природе, его нужно перерабатывать. Вот и решил совмещать приятное с полезным. Теперь свои забавные творения дарит детскому саду или знакомым. А недавно поразил родных еще одним изобретением. Это дыхательный аппарат. Я сделаю для дыхательных упражнений. Один стаканчик садается в большой, вот так. В большом стаканчике нужно поделать дырку. Дырки нужно вот так. Такой незамысловатый прибор помог маленькому брату избавиться от кашля. А Максим просто тренирует легкие. Признается, делает упражнения регулярно и теперь сам не болеет. А вот другое пластиковое изделие удивляет своими размерами. Этот шар Максим придумал в качестве украшения. На его изготовление ушло 90 пластиковых стаканчиков и скобы от степлера. Однако пластик может выделять вредные вещества, поэтому хранить такие поделки лучше всего во дворе. Родители идеи юного гения всегда поддерживали и поощряли. Мама с гордостью хранит все записи и рисунки сына. Я помню, первое наше, когда мы только научились читать, мы читали, но у нас не было такой заинтересованности. Но он очень сильно любил слушать. Я начну сказку читать, а Максим, ему нужно продолжение. А тут я ему в ответ, нет уж Максим, читай сам. Сейчас техника чтения мальчика около 160 слов в минуту. Это рекорд в его классе. Недавно он представлял свои работы в экологическом форуме «Зеленая планета-2013». Поделки зрителей удивили, правда, победы изобретателю они не принесли. Но Максим не расстраивается, ведь сам процесс не менее ценен. Светлана Козловская, Дмитрий Кондратенко, Сибинформбюро.